Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на моём канале «Заметки эмигранта». Сегодня я приглашаю вас посетить императорский склеп династии Габсбургов. Там похоронено более чем 140 представителей династии Габсбургов, а также, помимо этого, ещё 12 императоров. А сердца Габсбургов было принято бальзамировать в отдельных серебряных вазах и хранить в специальном склепе «Сердец». Данный склеп был построен в 1618 году, и он находится внизу под церковью Капуцина. Вот вы её сейчас видите на экране. Ну, это такая часовня. Мы туда тоже сегодня зайдём. Надеюсь, мне удалось вас заинтриговать. Ну, а сейчас пойдёмте посмотрим склеп. Готовьтесь! Я думаю, эмоции будут, ну, такие, явно с перчинкой. На экране вы сейчас видите вход в склеп династии Габсбургов. Я заинтригована. Что же нас ждёт далее? Снимать в склепе нельзя, поэтому я буквально слегка сняла при входе. Атмосфера стоит жутко. Прям вот камера не передаёт всей ужасности этой атмосферы. Прям вот берёт в дрожь. Вот так выглядит общий зал склепа. Здесь стоит очень много саркофагов. А моё внимание привлёк саркофаг, вот вы видите на экране, принадлежащий Кайзеру Карлу VI и дозируется 1740 годом. А вот и сам Кайзер. Он был увековечен у себя на саркофаге. Также мы видим множество различных деталей. Ну, скажем так, мастеру пришлось потрудиться. Ну, прям много всего изображено. И помимо этих деталей, вот мы видим, как в игроверном на саркофаге бой, армия сражается, идёт битва. А напротив стоит саркофаг, датируемый 1730 годом. И здесь мы видим больше морские мотивы и морской бой. Это саркофаг Кайзера Йозефа I, и он датируется 1711 годом. А вот и фото самого Йозефа I. Он также был увековечен на своём саркофаге. Под саркофагом мы видим, как изображены оружие, а также музыкальные инструменты. А далее, вот вы видите на экране, это просто жемчужина коллекции склепа. Это саркофаг Марии Терези, императрица Австрии и её супруга Франца I. Они покоятся вместе. Мария Терези умерла в 1780-м. Это боковой вид на их общий саркофаг, много различных деталей. И также мы видим, как выгравирован уличный бой, городской бой, арка, армия сражается. Это вид на другую сторону саркофага, противоположную. Мы видим, как ангел держит венок над головами у супругов. А здесь мы видим, как украшены уголки склепа. Вот мы видим распятие. А вот так выглядят другие залы склепа. Как мы видим, состоит множество различных саркофагов. Далее мы видим саркофаг последнего императора Австрии Франца Йосефа и его супруги Элизабет. Ну, я бы сказала, довольно просто выглядят эти саркофаги. А здесь, как мне кажется, покоятся менее знаменитые представители династии Гавспургов. Вот в таких вот простых отсеках. Итак, мы вышли из императорского склепа. К сожалению, вот он. И, к сожалению, снимать там не разрешено. То есть можно только фотографировать, и то без вспышки. Поэтому у меня, к сожалению, не получилось сделать вам видеорепортаж. Но я надеюсь, что мой фоторепортаж вам пришёлся по вкусу, вам понравился. Поделитесь, пожалуйста, какие ваши ощущения после посещения данного склепа. У меня было, честно скажу, такое немного жутковатое ощущение. Потому что не каждый день опускаешься в императорскую гробницу. И вообще, в принципе, такое скопление... Ну, вот как бы побывал на кладбище, в принципе, даже где-то, наверное... Не знаю, вот... Не могу описать свои ощущения. Но было, ну, правда, жутковато. И определённая такая атмосфера, которая там царит. Плюс это подземелье, множество саркофагов. Ну, не самое, как бы, лёгкое место и не самое такое, ну, позитивное, скажем так. Не знаю, рекомендовать ли вам к посещению. Вы видели уже мой фотоотчёт. Это вы уже, ну, примите решение в случае, если вы будете в Вене. Ну, наверное, это такой, как бы, уникальный исторический опыт. И если вы захотите его получить, вот действительно прочувствовать. Потому что я думаю, что фотографии так не передают. Даже и бы видео не передало бы атмосферу этого места. Поэтому, если вы захотите прочувствовать атмосферу этого места, пожалуйста, вот, приходите сюда. Можете посмотреть более детально. Но не забудьте собой святую воду и крестик. Вот, что бы я вам посоветовала. Какое-то там вот такое вот ощущение цена. Ну, может, я, конечно, себя накручиваю. Итак, ну, я здесь слишком, наверное, чувствительна. Вы знаете, у меня и в шляфон доме не было ощущения в святости, в главном соборе. Итак, но наша экскурсия не подходит к концу. Она не заканчивается. Не спешите переключаться. Потому что, тра-та-та-там, мы идём вот в эту церковь. В Капуцинар-Кирхе. Это та церковь, под которой находится данный императорский склеп. Часовня. Это даже бы не церковь, я бы сказала, а часовня. Итак, пойдёмте на разведку. А вот перед вами церковь Капуцинар. С ней связана одна интересная легенда. Когда похоронная процессия подходила к данной церкви, Геральт из процессии стучал в ворота. И монах Капуцинар спрашивал, кто просит обители в этой усыпальнице, кто просит погребления в этой усыпальнице. И Геральт отвечал, например, Франц в земной жизни известен как император Австрии. На что монах отвечал, не знаем такого. И так продолжалось три раза, пока Геральт не говорил о том, что о погреблении просит раб Божий, грешник. Тогда двери открывались. Итак, заходим в Капуцинар. Часовню, церковь. Я там никогда сама ещё не была. Скажу вам честно. Поэтому мне интересно. Итак, мы пробрались внутрь церкви Капуцинар сквозь стеклянное закраждение. И посмотрите, что я здесь нашла. Здесь везде расложена Библия. На каждой такой скамье. Поэтому всем желающим помолиться здесь будут рады. А вот на выходе ёмкость для святой воды. Итак, мы выходим из данной часовни. Вот он. Белый день. Наконец-то мы с вами вышли на улицу. Очень приятная часовинка, которая оставила приятные впечатления и ощущения. Как вы видели, вначале там было закрыто и играла очень красиво музыка. Но впоследствии я всё-таки пробралась. Я зашла внутрь за эти стеклянные двери. И даже вам смогла снять небольшую часть, где мы видим, что все, кто пришло помолиться, могут взять Библию, которая там же непосредственно находится. Почитать листовки, какие-то там в этих листовках расписание церкви. Ну, об этом я уже вам говорила. Итак, если вам понравилась наша сегодняшняя экскурсия, такая виртуальная, путешествую сквозь века, то, пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайк. И, возможно, у вас есть какие-то предпочтения, чтобы вы хотели увидеть в следующих видео. Также я планирую сделать ряд выпусков о просто стиле жизни венцев. То есть мои видео будут выходить как такой микс между историей, стилем жизни и полезной информацией для того, чтобы здесь успешно интегрироваться. Если есть предпочтения, пожелания, с удовольствием всё выслушаю. Ну, спасибо, тем не менее, что вы досмотрели до конца и продолжайте оставаться со мной. Подписывайтесь. Буду очень рада. И скоро я порадую вас новым выпуском. Всем пока!